Ксения Собчак, скандально известная журналистка и телеведущая, по всей видимости, серьёзно переосмыслила свой жизненный путь после последних событий, касающихся Алексея Навального. Известная своим неоднозначным образом блондинки в шоколаде, Собчак внезапно объявила о кардинальной смене приоритетов. Теперь, как она утверждает, её главное стремление – это благотворительность и семейное счастье, а не политическая борьба или звёздная карьера, которая могла бы привести её за решётку. Этот неожиданный поворот от критики власти и общественных явлений до поиска гармонии и умиротворения вызван не столько страхом перед возможным заключением, сколько внутренним пересмотром ценностей. Смерть оппозиционера Навального, похоже, стала для Собчак моментом откровения. Теперь, по её словам, самое важное – это воспитание сына и занятие любимыми делами, что кажется довольно далёким от её прежнего имиджа. Когда кажется, что ты находишься на эмоциональном дне, что всё бесполезно и бессмысленно, семья – это то, что всегда тебя спасает. Понимаешь, будущее есть. И ты можешь очень конкретно на него повлиять. И цели есть. Просто они стали кхитхе скромнее. Раньше были цели большие, по завоеванию мира, сейчас не сесть. Не предать себя. Воспитать ребёнка. Помогать тем, кому хуже, чем тебе, кто остался без крыши над головой. Живём. Всё плохое пройдёт. Обязательно, написала кровавая барыня в одной запрещённой соцсети. Однако такие перемены в восприятии многие считают вполне логичными и предсказуемыми. Ещё до трагических событий с Навальным, после серии компроматных сюжетов в эфире НТВ, стало ясно, что для Собчак начались тяжёлые времена. Конечно, для публики рассказать что-то сенсационно новое о Ксении было непросто. Многие уже были в курсе её яркой и противоречивой биографии. Ксения Собчак, чьё имя давно стало синонимом скандальной славы, вдруг объявила о неожиданном повороте в своей карьере. Откровенные выходки и бескомпромиссная риторика оказалась остались в прошлом. Теперь она говорит о желании заниматься благотворительностью и сосредоточиться на семейных ценностях, стремясь избежать тени тюремных решёток. Эта перемена взглядов не пришла внезапно. Кончина Алексея Навального и серия компрометирующих сюжетов на НТВ, похоже, заставили Собчак переосмыслить свои амбиции. Она, кажется, решила отказаться от публичных баталий и посвятить себя воспитанию сына и личным увлечениям. Но даже эти новости не стали сенсацией. Ксения Собчак давно известна зрителям по своему участию в проекте «Дом-2», который многие считают одним из самых спорных телешоу в истории российского телевидения. Её образ ведущей, которая без усилий вызывала общественное возмущение, был неотъемлемой частью шоу. Её стиль, манера общения и выражение лица идеально вписывались в провокационную судпроекта. Собчак стала символом эпохи, в которой цинизм и стремление к богатству и популярности зачастую ставились выше моральных ценностей. Её персона стала неким катализатором, который влиял на миллионы молодых людей, устанавливая деньги и разгул в качестве основных жизненных ориентиров «Дом-2» превратился в культурный феномен во многом благодаря способности Собчак вызывать эмоциональную реакцию у аудитории и теперь. Когда она заявляет о своём отходе от привычного образа, многие задаются вопросом, не является ли это очередным ходом в игре, которую она так мастерски ведёт уже много лет. Коллектив телеканала НТВ тщательно прошерстил огромное количество информации, чтобы выявить интересные факты о Ксении Собчак. Одним из запоминающихся моментов стал эпизод, где Собчак выразила удивление по поводу необходимости заполнения декларации в связи с тем, что она вступила в ряды семьи чиновника. Ведь её супруг, Константин Богомолов, занял пост художественного руководителя одного из театров Москвы. Хотелось бы напомнить Ксении, что она, что она всю свою жизнь являлась членом семьи чиновника, ведь её отец когда-то был мэром Петербурга, а мать уже многие годы занимает сенаторское кресло. Именно эти связи позволяли Ксении чувствовать себя достаточно свободно и уверенно на протяжении многих лет. Однако сейчас, когда Людмила Нарусова столкнулась с серьёзными проблемами, потеряв возможность посещать заседание Совета Федерации. И в то же время её муж принял на себя ответственную роль, Собчак неожиданно для всех решила, что пора сосредоточиться на воспитании сына и отойти от масштабных амбиций по завоеванию мира. Похоже, что трагический случай с Навальным стал лишь поводом для громкого и решительного ухода. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале.